Ну что, мы продолжим чтение предисловия Рамба МакПерек Хайлик, то есть 10 главе трактации «Нейдрин». Мы в прошлый раз прочитали примерно половину. И после долгих предисловий Рамбам нам объяснил, что, собственно говоря, является целью человека и высшим его совершенством. И, собственно говоря, отсюда становится понятно, что такое грядущий мир. Нужно говорить, что у всех евреев есть доля в грядущем мире, и поэтому необходимо объяснить, что такое грядущий мир. Он сделал энное количество предисловий таких, как бы, да, вступлений. И как раз в четвертом параграфе объяснил, что такое грядущий мир. Ну и давайте мы прочитаем эту концовку четвертого параграфа. Он говорит о том, что трудно представить нам, находящимся в телесном мире, и трудно представить, что же, собственно говоря, из себя представляет этот грядущий мир, где тела отсутствуют. Это очень важное положение, что грядущий мир вообще никак не связан с миром телесным. И наши души там будут постигать Творца, как постигают его небесные тела, а то и в большей мере. И это наслаждение неделимо, неописуемо, и не найдешь ты ему подходящей метафоры. Но, как сказал пророк, пораженный его величием, «Как велико благо Твое, которое хранишь Ты для боящихся Тебя, которое делаешь уповающим на Тебя». И сказали мудрецы им тоже с помощью метафоры. В предыдущем мире нет ни еды, ни питья, ни омовения, ни умащения, ни совокупления. Лишь праведники сидят, короны на головах их, и наслаждаются они сияньем шхины. И, естественно, нужно объяснить эту метафору. Он говорит, что короны на головах – это бытие души, которая суть бытия постигаемого ею, потому что суть бытия души, разумной души – это постижение. И поэтому бытие души сводится, собственно говоря, к тому, что она постигает. Ведь она и он едины. Душа в каком смысле имеет тождество с Создателем, если Создатель – это разум, приходится говорить именно так, и тогда он и она едины. И об этом говорили величайшие философы, но слишком пространным будет излагать здесь их взгляды. А философы, как мы знаем, говорили о единении с активным интеллектом, и, по-видимому, именно это подразумевает здесь Рамбл. А слова «наслаждаются они сиянием шхины» говорят о том, что душа будет наслаждаться тем, что постигла в отношении Творца, как наслаждаются священным животным. Хайота Кодыш – это тоже как бы отдельный вопрос, как их понимать в контексте философии Рамбума. Примерно так же, как и ангелы. То есть ангелы и священные животные – это часть мира небесного, и, по-видимому, имеют отношение к отделенным от материи интеллектам. И другие уровни ангелов, я вам подчеркиваю, что священные животные – это определенный уровень ангелов, что постигли его бытие. Ну, а благо конечного назначения и конечное назначение заключается в достижении вот этой самой высшей ступени и этого состояния, которое есть бессмертие души. И вот, собственно говоря, это и есть грядущий мир. То есть грядущий мир – это бессмертие души, которое постигает Творца. Ну, в каком-то смысле постигает то, что можно постичь, в принципе. То есть весь инверсион, в том числе и Творца. И Бог – причина вечности души, которая его постигает, что было объяснено с точки зрения философии выше. Это постижение и есть великое благо, несравнимое ни с каким иным, и нет наслаждения, которое было подобно ему этому постижению. Я в прошлый раз уже говорил, что вот эта терминология, терминология наслаждений, евгемоническое, как говорят в научной литературе, наклонение – это как раз то, что свойственно Никомаховой этике Аристотеля и многие в дальнейшем еврейские мыслители, даже частично соглашающиеся с ним, с Аристотелем во многом, говорили о том, что Аристотель говорит в терминах наслаждения, а не в терминах долга, например. Ну, вот и Рамбом здесь тоже говорит в терминах наслаждения, что нет наслаждения превыше вот этого самого постижения. Ну, а совершенное бедствие, в отличие от этого блага, это, собственно говоря, отсечение души, ее исчезновение, невозможность остаться, существовать. И это карет, который упомянут в Торе. И это отсечение происходит, по-видимому, в том случае, если душа не достигает определенного уровня интеллектуального. Хотя наказание карет – это то, что связано с какими-то поступками, например, человек не соблюдает в субботу карет. Но Рамбома, понятно, из того, что он здесь сейчас говорит, это карет – это не что иное, как тот факт, что душа не достигает вот этого самого уровня. Конечно, наверное, можно было бы спекулировать и говорить о том, что кто-то не соблюдает в субботу, что он и не достигнет по тем или иным причинам. Но сейчас мы не пустимся в эти рассуждения, потому что, получается, мы уже об этом говорили, что система заповедей является своего рода инструментом, который ведет к этому самому постижению, а не чем-то значимым само по себе. И объяснил пророк, что грядущий мир не постижим телесными ощущениями. И он приводит ряд стихов, которые, собственно говоря, об этом говорит. Этот абзац мы прочитали в прошлый раз. Я просто, чтобы мы вспомнили, о чем идет речь, прочитал его еще раз. И остановились мы на пятом параграфе. Эти параграфы не обязательно параграфы Рамбома. Возможно, что это параграфы... То есть невозможно. Я сейчас не помню просто, на чьем делении основывается Саша Фегин в своем переводе. Например, предисловие от Мишни, оно у Рамбома без всяких параграфов. Но издатель, один из издателей, Раф Шилат, он делал своеобразное деление на параграфы. Возможно, что и здесь тоже самое. Это я не помню. Ну хорошо, теперь он переходит к значению упомянутых в Туре обещаний и угроз. Таково, как я тебе поведаю. Почему он переходит к этому... Теперь к самому вопросу обещаний и угроз. Ну потому что, на самом деле, это Мишна говорила о том, значит, у каждого еврея есть доля в будущем мире, и там перечисляются люди, у которых этой доли нет. Это, собственно, угроза. Наличие этой доли – это обещание. Поэтому он затрагивает эту тему, тему обещаний и угроз в принципе. Напомню, что тема обещаний и угроз – это в том числе тема, которая разрабатывается Каламом. Вы помните, что Бог обещает, и Бог наказывает. И в Сааде Гаона вот эти обещания и угрозы, они, собственно, играют очень важную роль. Это часть Торы. Он говорит тебе, если исполнишь эти заповеди, помогу тебе за их исполнение и его полноту, и удалю все препятствия от тебя. Вот, собственно говоря, в чем суть обещаний. В том, что я тебе помогу. В чем я тебе помогу? Устраню все препятствия. Какие препятствия? Ну, вы же видели, да, что, собственно говоря, путь к этому совершенству – это путь познания. И поэтому получается, что обещания такие. Если будешь исполнять заповеди, то тогда как-то я помогу тебе продвинуться, в том числе в интеллектуальном постижении. Ведь не может человек служить Всевышнему, когда он болен, когда испытывает голод или жажду, или в дни войны. И поэтому обещал Господь удалить все эти препятствия, чтобы были здоровыми и спокойными, чтобы стали совершенными в познании Всевышнего и удостоились грядущего мира. Потому что именно познание к нему и ведет. Ведь не может быть целью Торы ни тучность земли, ни долголетие, ни здоровье тела. Но все это лишь помощь в служении. И мы снова видим вот этот мотив того, что заповеди и те обещания, которыми изобилуют действительно библейские тексты, которые связаны со всеми земными благами, и на самом деле являются ничем иным, как инструментом. То есть это некая помощь, это некая обеспечивающая продвижение, так сказать, фон обеспечивающий продвижение. Если же человек нарушит подписанное наказание, будет появление всех вот этих перечисленных препятствий вплоть до невозможности творить благо, как сказано, за то, что ты не служил Господу. И когда вдумаешься в эту удивительную мысль, поймешь его, словно он говорит, если выполнишь небольшую часть этих заповедей с любовью и старанием, помогу в исполнении всех, устранив все препятствия и помехи от тебя. Но если оставишь заповеди, пренебрегая ими, поставлю перед тобой препятствия, словно нарушив ты все заповеди, так что не достигнешь ни совершенства в исполнении, ни исполнения вовсе. И об этом говорят мудрецы миром. Исполнение заповедей порождает исполнение другой заповеди. А один грех улечет за собой другой грех. Ну, разработка все той же самой мысли, только теперь получается так, что если человек исполняет заповедь, то в каком-то смысле, вот этот его фон, фон возможности постижения, он становится все более благоприятным. Каждая исполненная заповедь, по сути дела, гармонизирует, скажем так, гармонизирует его состояние и контекст, в котором он продолжает свое движение, движение постижения, которое, в общем-то, тоже является одной из заповедей. Может быть, главный, может, а точно, с точки зрения Рамбана, главный. Но все остальные являются подмогой. И поэтому, чем больше ты гармонизируешь эту самую обстановку, тем тебе проще продвигаться. Теперь он говорит про Эдемский сад. Мы помним, что в самом начале он сказал, что нужно объяснить целый ряд вот этих самых терминов, которые связаны с понятием будущий мир и с понятием мессианских времен. Это и приход Мессии, и возвращение в Эдемский сад, и воскрешение мертвых. Все эти понятия, они перепутаны у большинства людей, и у них винегрет, они не представляют себе, что и как. Про грядущий мир он нам объяснил, что это такое. Ведущий мир – это души, познающие он бестелесины, это души, которые познают, познают Творца, имеется в виду, что они как бы заняты созерцанием, как у Аристотеля, на истин. Эдемский сад – место с самой плодородной почвой на земном шаре, с обилием воды и плодов. Эдемский сад – это вовсе не, в данном случае, по крайней мере, так говорит нам Маймонит, это не какой-то мифический образ иного типа мироздания, где отсутствуют те законы, которые действуют в нашем мире. Мы могли бы так понять из близкого повествования, то есть это радикальное изменение. Там человек мог быть без одежды, там человек не нужно было трудиться, там человек был бессмертным. И можно было бы сказать, что это Эдемский сад – это и есть вот этот самый будущий мир. Некоторые так и отождествляют, что такое грядущий мир. Другой мир – это существование вот в этом самом Эдемском саду. А Рамба намеренно здесь, мы увидим, когда будем читать «Путеводительство растерянных», что он все-таки эту историю может, по крайней мере, воспринимать и действительно как мифологическую, а не как некое описание каких-то реалий. Но в данном случае он говорит, что это определенное место, место на Земле, ну, очень плодородная почва, много воды, больше чего. И в будущем Всевышний явит это место, людям укажет им путь туда, и там они обретут счастье. И, возможно, там будут в изобилии невиданные диковинные растения, и будет намного вкуснее и слаще тех, которые нам сейчас известны. Все это вполне вероятно и возможно, даже если бы не было упомянуто в Торе. Тем более, это несомненно, после того, что описано в Торе и стало известно всем. В данном случае он читает Тору как описание некого буквального места на Земле, в Демский сад. А что такое гиена? Гиена огненная, в которой, собственно говоря, согласно полномодическому вточнику, мы согласно писанию попадаем в злодеи и так далее. Гиена – это общее название страданий и наказаний, которые постигнут злодеев. Интересно то, что он не говорит про гей-геном, потому что гиена – это гей-геном, это долина гей-генома, как переводят, в цинодальном переводе. Это действительно конкретное место изначально. Но как раз гиена, он предпочитает говорить о общем названии страданий и наказаний. Может, то же самое сделать с Эдемским садом. Эдемский сад – это описание счастья на Земле, предположим, а не конкретного места. Но тем не менее, он делает именно вот таким вот образом. Гиену не локализирует, а Эдемский сад локализирует. В Талмуде нет какого-либо конкретного описания этого наказания. Некоторые говорят, что солнце станет настолько близко к злодеям, что испепелит их. Приводят в подтверждение стих «Смотри, наступает день, горит он как печь, и все вердецы и нечестивцы станут как солома, и день грядущий охватит их пламенем». А некоторые говорят, что странный жар появится внутри их тел и сожжет их. И это и есть Гиена, то есть не конкретное место, а именно наказание. Они приводят в доказательство стих «Твой собственный дух есть огонь, который поглотил тебя». Но он не стал нам, да, можно было пуститься в длинное объяснение. Видите, он дает краткие определения вот тем понятиям, которые были заявлены в начале предисловия. Эдемский сад «Теперь что такое Гиена?» «Теперь воскрешение мертвых». «Воскрешение мертвых является, он говорит здесь, одной из основ Торы Маше, учителя нашего и человека, не верящий в это, не исповедует религию и не принадлежит к еврейской общине. Однако воскрешение только для праведников. Как сказано, перешит раба проливные дожди и для праведников, и для злодеев. Но воскрешение мертвых только для праведников. Да и как могут злодеи воскреснуть, если они мертвы и при жизни своей, неожиданно замечает Маймоник, то есть переходя вдруг от описания реалистичного к описанию метафорическому. Как говорят мудрецы, грешники называются мертвыми даже тогда, когда они еще живы, а праведники живы даже тогда, когда они уже мертвы. Проблема воскрешения мертвых это отдельная тема, связанная с учением Рамбома, и мы с ней как бы будем встречаться видимо еще не раз, когда будем читать тексты Рамбома. И я уже говорил, повторю еще раз, что исходя из некоторых текстов Рамбома, есть ощущение, что на самом деле воскрешение мертвых, несмотря на то, что он постулирует это как это одна из основ Торы, сейчас мы видим среди основ Торы он перечисляет это, но его обвиняли, по крайней мере, что он в это воскрешение не верит. Исходя опять же из его текста, то есть воскрешение мертвых это странная история, потому что мы видим, что он старается все объяснять очень естественным образом, то есть Рамбский сад это не что-то такое, а вполне нормальное место, ну Гиена предположим, это некие страдания, которые испытывают злодеи. Воскрешение мертвых тоже можно было каким-то образом метафорически понять, но он говорит, нет, воскрешение мертвых, праведники воскреснут, и грешники нет, на этом собственно говоря заканчивают более-менее свои объяснения в данном тексте, в других текстах у нас есть более подробные слова Рамбома относительно этой темы, не значит, что они более ясные, но более подробные. и дальше он говорит так, что все люди должны умереть, их тела истлеют. Ну, если тела их истлеют, то, собственно говоря, как они воскреснут, то есть воскрешение мертвых, телесное воскрешение мертвых или нет, что это такое вообще? Одни Машиаха, видите, он обрывает, одни Машиаха, это времена, когда вернется монархия в Израиль и вернутся в землю Израиля евреи, и встанет над ними тот самый царь, вот этот самый Мессия, и столица царства его будет в Сионе, и слава о нем распространится до краев земли, более чем слава царства Соломона, и все народы заключат с ним мир, и все страны будут прислушиваться к нему из уважения к его великой праведности, и удивительными будут дела его, и каждый, кто атакует его, будет уничтожен всевышним, и вот он в руки этого царя, и все стихи Танаха свидетельствуют о его успехе и нашем успехе вместе с ним, однако, кроме того, что суверенитет вернется к Израилю, не будет никаких перемен в реальности, настаивает Трамп, то есть это тоже естественный совершенно процесс, Мессия это не какие-то чудеса, он не должен творить чудеса, не надо никаких чудес, это просто монархия, восстановление монархии, возвращение народа Израиля и соответствующий правитель, который мудрый, мудрее, чем Соломон, и он тоже потомок Давида, то есть в этом смысле продолжатель Давид, Соломон, этот царь, и все, никаких перемен в реальности не предвидится, и об этом говорят мудрецы, нет различия между нашим временем и днями Машеха, кроме нашего порабощения государственных народов, царствами, на самом деле, там, кроме Шабуд, Малхуёта, это четыре царства, которые должны, согласно историософии, поработить Израиль после схода из Египта, и освобождение из этих четырех царств, собственно говоря, приводит к этому самому концу времен или к мессианским временам. Для Рамбома мессианские времена это, возможно, не совсем конец, сейчас он говорит, Нимашеха по-прежнему будет относительно сильный и слабый, но в те дни людям будет очень легко добыть пропитание, до такой степени, что за счет незначительного труда человек сможет получить значительный результат, типа технологическая революция, что-то, да, именно это имели в виду мудрецы, когда говорили в будущем Земля Израиля возрасти булочки и одежды из тонкой шерсти, то есть на самом деле имелось в виду, что как бы труд будет облегчен, он станет более эффективным, и так говорят люди, когда что-то находится готовое к употреблению, например, некто нашел хлеб уже испеченным, а еду уже приготовленную, то есть ну, как бы на всем готово, был готов и стол, и стол, и дом, ну, вот это имеется в виду, имеется в виду, что это времена, когда затраты будут не столь серьезными, как сегодня, как сегодня у нас 12-й год, мы читаем, подтверждение этому в стихе и станут иноземцы пасти овец ваших, и чужеземцы будут земледельцами вашими, виноградарями вашими, здесь мы видим, что это не совсем технологический прогресс, а это обеспечение народа Израиля другими народами, которые будут за них выполнять определенные функции, ну и мы видели, что это в общем соответствует тому, что Рамбом нам говорил до этого, про вот этого философа, человека добродетельного и мудрого, которого должны обеспечивать все сообщество остальное людей, но необходимо лишь для того, чтобы его обеспечивать и чтобы взрастить вот такого добродетельного и разумного, ну а здесь будет целый социум таких добродетельных и разумных, и чтобы такой социум возник и мог существовать, занимаясь чем? Познанием, занимаясь философией, вот окружающие народы будут выполнять многие функции. То есть даже во время Амашеха будут сеять и жать, потому сказавшие это, в будущем земля вырастет булочки одежды из тонкой шерсти, этот мудрец, который это сказал, рассердился на ученика, который не понял смысла высказываний, его высказывания и принял его буквально. Учитель ответил ему в меру ограниченности его понимания и не рассказал ему о своем ответе правильное толкование. там имеется ввиду толомогический фрагмент, где действительно об этом заходит речь и объяснения там этим булочкам и одеждам нет. И доказательством того, что мудрец ответил ученику неистинным ответом, служит приведенный перед этим стих, не отвечая глупому по глупости его. То есть он образно сказал, булочки будут расти, одежда будет из земли расти, потому что как еще я тебе объясню, что будет. И высшим благом того времени будет и наше освобождение от угнетения злодейскими царствами, государствами, лишившими нас всех добродетелей. В те дни умножится мудрость, как сказано, и земля наполнится знанием Всевышнего, как воды покрывают море. И прекратятся конфликты и войны, как сказано, не поднимет народ на народ меч, и не станут больше учиться воевать. И тот, кто будет жить в те дни, достигнет великого совершенства, и тем удостоится жизни в грядущем мире. Оказывается, что да, вот это такое мироустройство, мироустройство времен Мессии, оно будет настолько разумным и благоустроенным, что многие смогут достичь вот этого самого великого совершенства, которое и обеспечит грядущий мир. Но это не грядущий мир, и не нужно путать вот эти мессианские времена с миром грядущим. Грядущий мир – это мир душ. И туда попадают как бы те, кто достигает вот этого самого интеллектуального совершенства и праведности в данном тексте. Праведность тоже играет, да, добродетельность играет важную роль, и таких людей, которые как бы будут перебираться в этот самый грядущий мир, будет больше. Ну и возможно, если говорить о воскрешении, мертвых, если воскрешение мертвых, положить, да, положим, что это такое, это не воскрешение, чтобы жить в будущем грядущем, это воскрешение, чтобы жить в мессианские времена, потому что там как раз у тебя будут все возможности, чтобы достигнуть вот этого великого совершенства. И вот они воскресли, пожили в эти времена, то есть тот, кто не доделал, да, по разным причинам, не закончил, как бы высшее образование, он сможет воскреснуть, закончить это высшее образование, он остается жизнью в грядущем мире, потому что условия там, в этот период времени управления этого царя в Израиле будет наиболее благоприятным для того, чтобы получить самое высшее образование. А потом Ашех умрет, и его сын, его сын, и затем внук будут править вместо него, и тоже как бы и сын умрет, и внук умрет, и Всевышний язвный указал на его смерть в словах, не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле правосудие. И правление его, хотя этот текст, да, стих, не говорит ничего о смерти мессии, но мы сейчас не будем заниматься анализом того, как Рамбом интерпретирует стихи, да, то есть это отдельная как бы задача, которую сейчас перед собой не ставит. То, что он говорит, что, и это ясно, что это полемика с христианством, да, Машех, это не человек, который должен воскреснуть, это не человек, который творит чудеса, это просто царь, который вот установит свое, да, совершенное общество, совершенный полюс на земле Израиля и каким-то образом повлияет на все окружающие народы, которые его примет. Вот Марина спрашивает, непонятно с воскрешением. Он пишет, что воскрешение мертвых только для праведников, так как грешники мертвы привыкли. Но тут же почему-то сразу приводит источник, что праведники и после смерти живы, тогда те мертвые, которые могут воскреснуть. Здесь нет парадокса. Нет парадокса, здесь нет. То есть, когда он говорит, что грешники мертвы при жизни, это фигура речи определенная, да, в каком смысле мертвы при жизни, что грешники в каком-то смысле не живут, если под жизнь поднимать вот этот самый процесс, познания. Грешники, они грешники, как мы видели, что у них, какие проблемы с грешниками. Грешник не обеспечивает, или наоборот, нарушает, да, вот ту самую гармонизацию контекста, в котором он существует, которая позволяет процесс постижения. И поэтому, поскольку он себе перекрыл все дороги, то он как бы как мертвый. праведников говорится, что они после смерти живы, в каком смысле он приводит этот стих, это же высказывание мадресов Талмана, в том смысле, что у них есть вот этот самый потенциал. То есть, либо эти праведники, если они достигли интеллектуального совершенства, то они живы в том смысле, что они имеют этот самый грядущий мир, и они там живы, то они будут допущены туда. Но само воскрешение получается, пока, по крайней мере, давайте, как я уже сказал, это такая тема. Пока это выглядит следующим образом. Значит, вот праведник, праведник все делает хорошо, все замечательно, продвигается, но не продвинулся до конца. Но он праведник. Ну, хорошо, значит, тогда ему дается как бы дополнительная возможность продвинуться до конца, а именно он воскрешается телесно. Это воскрешение телесно, по-видимому. Вот он телесно воскрес, и воскреснув телесно, он доделывает те задания, которые необходимы для того, чтобы достигнуть интеллектуального совершенства. Если он уже достиг этого интеллектуального совершенства, и он праведник и мудрец, у него, в принципе, есть уже эта доля в будущем мире, и не очень понятно, зачем ему, собственно говоря, еще раз воскрешаться, чтобы жить в этом мире, как он его описывает. Это будущее, в котором будет легко достичь этого совершенства. Почему? Потому что всевозможные катаклизмы социальные, борьба народов и все такое прочее, оно как бы исчезнет. Вот этот царь, который наведет порядок в Израиле и в каком-то смысле в мире тоже, все будут к нему прислушиваться и так далее по каким-то причинам, это все обеспечит очень комфортное существование людей, где этого интеллектуального совершенства можно достигнуть. Поэтому, если человек грешник, и он как бы вообще перекрыл себе все дороги, то он просто не воскреснет, и все, и он, у него не будет шанса вот в этом дополнительном что ли тайме существования, он его будет лишен. А праведники будут его иметь. Поэтому здесь в общем парадокса нет, есть только высказывание мудрецов Талмуда, которое Рамбун здесь приводит в каком-то смысле как бы для красоты со мной стороны, а с другой стороны, намекая на то, что праведник мудрец он жив, жив вечной жизнью. А этот самый грешник мертв, потому что это вечной жизнью он лишен. Ну, хорошо, значит, вот умрет, шех умрет, его сын тоже. Ну, их смерть ведь, что, если мы считаем, что это как раз и есть мессианские времена, это и есть время воскрешения. Этому мошилку надо воскрешать еще раз? Ну, вроде нет, не надо, потому что он наверняка и мудрец, и праведник, и вот эту свою долю в грядущем мире, то есть его душа имеет возможность оказаться там, то есть она уже оказалась там, она оказалась там, где нет телесных наслаждений, а есть наслаждения только познанием. И он там оказался, его сын, и так далее. И Всевышний ясно указал на его смерть, понятно, да, и правление его будет очень долгим, и современники его будут жить долго. А зачем долго жить? Зачем это долгожительство? Вот все для того же, для того, чтобы достичь этого самого интеллектуального совершенства. Иначе зачем? Долгожительство, собственно говоря, с точки зрения конечной цели человека, оно смысла не имеет, оно нужно только для того, чтобы иметь время достичь этого интеллектуального совершенства. И нельзя исключить, что царствование Машеха продлится тысячи лет. Как говорят мудрецы, собрание добродетельных, если уж они собрались, не скоро распадется. Ну, хорошо, подпохож и мы жаждем наступления дней Машеха не ради обилия пищи и богатства, не ради того, что с мужем ездить на конях, пить вино, слушать музыку, как думают люди со спутанным рассудком. Однако нетерпеливо ждали наступления этих дней пророки, жаждали их праведники ради того, что будет в эти дни, а именно собрание добродетельных, добрые нравы и знание и справедливость царя, его великая мудрость, его близость и ради безустанного исполнения всей Торы все учителя нашего без забот и принуждения, как предсказано, и будут больше учить они друг друга, каждый ближний своего и каждый брата своего, говоря, познайте Господа. То есть вот они будут заниматься познанием. Мы ждем этих времен, чтобы заниматься этим самым познанием. И все они познают меня от малого из них, то величайшего из них. И вложу я мою Тору внутрь них и запишу я, ну и он приводит целый ряд стихов, которые об этом говорят. И еще есть много других стихов с тем же смыслом. Через эти пророчества можно многое узнать о грядущем мире. Как о грядущем мире? Он же говорил не о грядущем мире, а о днях Мессии. Грядущий мир это мир душ. Здесь были тела, которые на самом деле не ради телесных удовольствий ждут времен Мессии, а ради того, чтобы заниматься познанием. Но это и есть мостик, мостик к этому самому грядущему миру. И поэтому из этих стихов, где говорится о том, что они будут запишут тору на их сердцах или познайте Господа и так далее. То есть через это мы понимаем, что же должно происходить в мире грядущем. Вот Елена спрашивает, почему интеллектуальное, а не духовное совершенство? Дело в том, что нет понятия духовного совершенства. Что такое духовное совершенство? Это понятие как бы более позднее, позже возникло духовное совершенство. А есть само по себе духовность, что ли, возьмем понятие духовности. Она восходит, конечно, своими корнями христианства, которое противопоставляет дух и букву. Есть буква закона, есть дух закона. И духовность в каком-то смысле это боговдохновенность, например, это и есть понимание этого самого духа. Но у Рамбома этого нет совсем, нет духовного совершенства. Есть совершенство интеллектуальное, познание бога, есть добродетельность, это этическое совершенство. Он их так может быть не называет, но он говорит добродетельный и мудрый. На самом деле в интеллектуальном совершенстве он собственно говорит, да, опять же, может быть не в этом тексте, а в других, и об этическом может быть тоже, но духовного совершенства нет просто такого понятия, не понятно, что это такое. Ну, оно на самом деле сложно, даже если мы решили выяснить, предположим, обратившись к христианской традиции, что такое духовное совершенство. Не очень понятно. Духовно совершенным человеком что? Это тот, кто, например, музыку понимает? Или что? Или что он должен понимать? С точки зрения христианской он должен провидеть сквозь букву дух Писания, например, но просто так у него это не получится, должна быть инспирация свыше, инспирация свыше делает его духовным. А у Рамбова нет никакой инспирации свыше, как мы видим. То есть она, собственно говоря, весь процесс, процесс в таком смысле снизу вверх. Этот процесс является процессом познания, а не чем-то другим. Вместе с добродетельностью и так далее, которая помогает этому процессу познания. Ну хорошо, грядущий мир и есть та окончательная цель, к которой направлены все наши старания. Грядущий мир, мы теперь понимаем, да, это мир душ, которые созерцают истину или созерцают Бога, чтобы под этим не подразумевалось. Это вот те самые праведники, которые сидят, у них короны на голове, короны метафорические, да, и они наслаждаются сиянием шхины, то есть они созерцают вот это самое. Это духовный мир вместе с ангелами, да, с этими отделенными интеллектами, они находятся там, это и есть грядущий мир. А в этом мире все, для чего нужен этот мир, этот мир нужен только для того, чтобы как можно большее количество людей достигли вот этого мира грядущего. а как это можно достигнуть? Ну, по-видимому, с точки зрения Рамбана это можно достигнуть, но сейчас мы его сделаем может быть чуть более традиционным, чем он является, но для начала, сколько моя вещь идет о комментариях к Мишне, давайте так и поступим, получается, что нужно просто быть нормальным членом вот этого комьюнити, который называется Израиль, потому что оставаясь членом этого комьюнити, у тебя есть все шансы достигнуть вот этого самого совершенства, стать добродетельным и мудрым. Какие у тебя есть шансы? У тебя есть шансы в этом, в твоем реальном существовании, если твое реальное существование таково, что сегодня у нас в библиотеку не походишь, нужно кормить детей, нужно то, нужно пахать землю, нужно, кроме всего прочего нас преследуют, приходится переезжать с места на место, беженцы, то, все, пятое, десятое, не успеваешь, хотел бы, все делал для этого, контекст создавал, свой фон, совершал правильные поступки и так далее, соблюдал Тору, но не успел достигнуть этого совершенства, у тебя будет второй шанс, вот это самое воскрешение из мертвых, то есть вот этот шанс, когда в тот период, который называется миссианским, который будет длиться долго, почему он будет длиться долго, и люди там будут жить долго, потому что тогда будет дан вот такой вот дополнительный шанс наверстать то, что я сегодня не успел. Конечно, отдельный вопрос, который можно было бы задать, а что с остальными ребятами, возможно, философы, тот же Аристотель или Сократ, что с ними, они успели, они были праведными и мудрыми, или они были только мудрыми, но неправедными, поэтому не достигли этого совершенства, вопрос, то есть непонятно, ну, скорее всего, наверное, из общих соображений бы сказал, что да, но единицы из народов мира могут этого достигнуть, но в принципе как коллектив нет, почему как коллектив нет, потому что на самом деле есть еще и вот это правильное, этот полис, да, полис, который описывает в том числе Аль-Фараби, да, это полис идеальный в каком-то смысле, вот этот идеальный полис, он будет выстроен этим самым царем Мессией, у народов мира опять не будет времени, почему у них не будет времени, потому что они должны будут обеспечивать этот полис, не должно быть ему пропитание, там одежду, то есть все, пятое, десятое, а те, как на всем готово, да, пожалуйста, одежда растет, булочки, почему, потому что они будут заниматься вот этим самым совершенствованием в познании, вот так мы видим эту самую картинку, да, то есть если сюда присовокупить этот самый Эдемский сад, про который он говорит, что это определенное место, просто очень с хорошими условиями, да, то может быть можно и совместить, да, эту самую землю Израиля и Эдемский сад, сказать, что он где-то там собственно и находится, да, Рамба про это не говорит, но из общих соображений, да, и опять же из талмудических источников у нас такого рода отождествления, оно вполне возможно, а для Средневековья это возможно, тем более, почему, потому что земля Израиля считалась центром мира, а центр это самое, самое лучшее место, да, наиболее сбалансированное. Так, есть еще вопрос, а, Елена говорит, что духовное, это которое слышит Бога, ну, у Рамба, что значит слышит Бога? Нет слышания Бога, да, то есть есть познание Бога, есть пророки, пророки, может быть, слышат, да, но пророк это пророк, а не не духовный человек, да, поэтому, ну, вот этого концепта просто духовного, что ли, человека, в арестателизме, не только у Рамбома, да, а и у арабских тоже авторов, собственно говоря, отсутствует такое понятие. Понятно, спасибо. Ну, хорошо, значит, и что? Наши все старания должны быть для вот этого самого грядущего мира, и тот, кто взирал на конечную цель и оставил все, кроме этого, и сказал, все евреи имеют долю в грядущем мире. То есть формулировка «все евреи имеют долю в грядущем мире» это как раз написано тем, кто представлял себе хорошенько вот эту самую картину, картину душ наслаждающихся познанием. Но хотя это и цель, не пристала тому, кто хочет служить Всевышнему из любви, служить ради грядущего мира, как мы объясняли выше. Видите, у нас был такой вопрос, помните, что все равно получается, да, ради чего-то. Вот здесь Рамбом говорит, что нехорошо ради вот этого грядущего мира, это все равно же обещание. Помните, он говорил, что мальчику мы обещали конфетку, орехи, кому-то еще что-то, почет, то-се, пятое-десятое, так у него тоже есть грядущий мир. Наслаждение невероятное. Значит, получается опять обещание какой-то конфеты. Вот он говорит, что не подобает служить, однако пусть служит, как я объясню. Если человек верит, что существует мудрость, которая была передана пророкам от Всевышнего, сообщившего им, что достоинства таковы и таковы, а пороки таковы и таковы, то уже в силу прямоты нрава такой человек обязан стремиться к достоинству и удаляться от пороков. Если поведет себя так, укрепится и достигнет цельности в нем человеческой и удалится над всего, что свойственно животному. Когда же станет совершенным человеком, то есть опять же, достигнет некого интеллектуального совершенства, не будет больше ничего, чтобы могло лишить его душ существования посредством того, что постигнуто ею. Душа постигает, и как только это постижение достигает определенного уровня, она уже оказывается в каком смысле бессмертной. Это и есть мир грядущий, как мы объяснили. Таков смысл стиха, не будьте как конь и как мул неразумный. Их от безобразного поведения удерживают внешние факторы узда и удила. Когда не будет подобен человек, его ограничения должны быть внутренними, то есть сам человеческий образ, и когда станет совершенным, устранит в нем все несовершенства, называемые пороками, и подтолкнет его к совершенствованию и к достоинству. Вот что постиг я из всех слов мудрецов по этой теме важный и опасный. Почему опасный? Потому что здесь может быть много заблуждений. Я посмотрел, что по этому поводу пишут. Может также перевести чрезвычайно важную тему без безопасности. Ну, может быть и опасная тоже, потому что здесь можно запутаться. И здесь Рамбом нам сообщает важную вещь, и я собираюсь сочинить книгу, в которой соберу все толкования мудрецов, находящихся в Талмуде и вне его, то есть в сборниках Медрашей, и проясню их истолкую в согласии с их истинным смыслом, и приведу также доказательства ко всем словам, и раскрою, что из них следует понимать буквально, а что метафорически, и что из них описывает случившееся во сне, и изложено без упоминания этого, словно случилось наяву. То есть есть еще и нерическая часть Талмуда, то есть сновическая, где нужно понимать, что это сон, а не реальный. Описание нереальных событий, а сновидения. Значит, буквальное, метафорическое и сновическое. И вот Рамбов здесь сообщает, что он собирается написать такую книгу. И в той книге объясню тебе многие верования и многое, из чего я привел тебе лишь несколько примеров, чтобы ты мог на них научиться. Не лови же меня на слове, если я что-то упростил каких-то вопросов, которые могут сделать замечания мудрые люди. Я действительно упростил их в некоторой степени, чтобы сделать их понятными тому, у кого нет опыта в этой сложной теме, которую не всякий человек может постичь. И дальше то, что здесь отмечено как седьмой параграф, он переходит к описанию того, тех перечисленных внешне людей, которые будут лишены этого самого грядущего мира. Термин опикойрос – это арамейское слово, греческое на самом деле, но потребляется в арамейском. И оно означает легкомыслие пренебрежения Тора и ее снатоками. Поэтому так называют того, кто не верит в основание Торы или того, кто пренебрегает мудрецами Талмуда или мудрецом в своем поколении или своим учителем. И вот у такого человека нет доли в будущем или в грядущем. Под внешними книгами, это тот, кто читает внешние книги, у него тоже нет. Подразумевается книга сектантов, в том числе книги Бен-Сиры. И он писал книги по физиогномике, в экстазии, и нет в них ни мудрости, ни пользы. И таких книг множество у арабов исторических, хроник царей, родословной арабской знати, поэзия, куда же и тому подобного. Нет в этих книгах ни мудрости, ни пользы для тела, но лишь трата времени. То есть под внешними книгами Сифрут, Хитсунит, собственно говоря, на какой имеется все, что угодно, на какой имеется в виду и там предположим Новый Завет, или может быть апокрифы, или некоторые подразумевали в том числе и философские книги, мы видим, что про философию Рамбер ни слова не говорит, а это как раз не является внешними книгами. Внешние книги это всякая литературная ерунда. То есть книги физиогномика, дословия, история, поэзия, вот это все, вся эта ерунда называется внешними книгами. Тот, кто этим занимается, он теряет время и поэтому его ждет отсутствие грядущего мира, потому что он, собственно говоря, увлекался поэзией человека и все, всю свою жизнь потратил на стишки или на историю, писал хроники, там, то, все, занимался родословием, генеалогией, физиогномикой, то есть занимался полной ерундой. Мир не постигал и поэтому не имеет доли в грядущем мире. Не то, чтобы он какой-то супергрешник, как мы видим здесь, да, это же не книги, подбивающие к ереси, да, вроде бы, поэзия, по крайней мере, да, что может быть. Какую он имеет в виду поэзию? Конечно, он имеет в виду поэзию того периода, поэзию арабскую, где есть жанры о вине, о женщинах. Вот те, кто тратит на это время, например, Иуда Оливий тратил на это довольно много времени, с точки зрения рамбома, они, значит, грядущего мира не достигнут. Выражение, нашептывающее над рамой, относится к тому, кто не просто заговаривает рану, но плюет на нее. И в этом есть пренебрежение именем Творца. Немножко странно, да, там есть нашептывающее над рамой, тоже не имеет места в грядущем мире, ну, исходя из контекста, мы понимаем, что речь идет о волхвы, колдуны, вот это все, да, рамбом почему-то здесь говорит, что здесь есть какое-то пренебрежение именем Творца, потому что он плюет, не очень понятно, но не будем на этом сильно останавливаться, или произносящее имя по буквам, это тоже тот, кто не имеет места в грядущем мире, называют того, кто произносит четко, четырехбуквенное имя, да, непроизносимое, и, собственно говоря, нарушает тем самым запрет на произнесение тетраграмматон, и упоминают мудрецы и другие действия, лишающие дела в грядущем мире, сказано, заставляющие бледнеть лицо ближнего, нет у него дела в грядущем мире, это уже не из этой Мишны, а из другого трактата, да, и то же самое сказано, называющие ближнего кличками, и о возвышающем себя через унижение ближнего, то есть здесь целый ряд цитат из Талмуда, в которых говорится о том, что тот, кто унижает ближнего, не имеет места в грядущем мире, и поэтому такие действия, даже если кто-то может сказать, что они легкие, исходят из ущербности души, которая недостойна грядущего мира, да, то есть тот, кто с пренебрежением относится или обижает ближнего, это человек ущербной души, и поэтому, собственно говоря, не имеет возможности, опять же, да, он имеет возможность достичь интеллектуального совершенства, или неизвестно, да, но возможно, что нет, с точки зрения Рамбома, поскольку он, душа его ущербна. это Баумицыя, да, там знаменитый фрагмент про ОНАА, Баумицыя, 58-й лист. Ну, и на этом, собственно говоря, Рамбом закончил, можно сказать, что он закончил предисловие, да, то есть он, по сути, объяснил вот эту самую первую Мишну, которую посчитал наиболее сложной и нуждающейся в таком тщательном объяснении, что такое грядущий мир, что такое Дня Мессии, что такое Эдемский сад и так далее. Все это он нам объяснил, объяснил нам в том числе и менее подробно, да, вот эти явления, которые не дают возможности оказаться в грядущем мире. И последний параграф как бы этого предисловия, он вроде бы не имеет никакого отношения, собственно говоря, уже к объяснению Мишны и как бы не необходим, но он является как раз параграфом, в котором Рамбом формулирует впервые в еврейской культуре он впервые формулирует догматику, то есть он говорит о тринадцати основах Торы. Догматика это формулировка креда определенного, формулировка определенных постулатов веры, которых в лудаизме не было. Можно сказать, что Усаади, его книга «Верование и мнение» является шагом в этом направлении, но он не приводит какого-то списка. христианская догматика чрезвычайно развита, есть некоторые положения, которые обязательны для исповедующего христианства, там Троица, предположим, или боговоплощения, есть исламская догматика, которая может, конечно, быть связана с одной фразой, которая похожа, например, на «Шма-Исраэль», но в иудаизме нет такого, что ты должен как бы подойти к еврею и сказать «Ну, давай, скажи «Шма-Исраэль», и тогда поймем, что ты еврей». По понятным более-менее причинам, изначально, именно по тем причинам, что там уудический иудаизм, по крайней мере, относительно более ранний, может быть, не так просто это сказать, он не является миссионерским, человек родился, он уже иудей, поэтому нечего его там расспрашивать кто-то, чего-то и какие-то выяснять догматику, которой он придерживается, или формулировать догматику, которую он должен придерживаться, а христианство и слава религии миссионерские, поэтому, собственно говоря, им это необходимо. Но рамбом здесь в каком-то смысле подтягивают иудаизм тоже к этим дружественным конфессиям или не очень дружественным и говорит о том, что вот у нас есть 13 основ веры. Ну, давайте пройдемся по этим 13 основам. Первая основа существования творца, да будет он прославлен, то есть существует сущий, совершенный во всех аспектах существования. он причина существования всего, в нем опора существования всего, из него собственно все и существует. И если бы мы вообразили, что он удалился из его существования, все сущее прекратило бы существование, не осталось бы ни одного сущего, независимого от его существования. Но если бы мы вообразили, что исчезло все у кого он не только не прекратил существовать, но и не претерпел бы никакого ущерба, ибо он не нуждается в какой сущности, кроме него самого. И все, что кроме него, отделенные интеллекты, то есть ангелы, небесные сферы, и все, что под ними, нуждается в нем. И это первая основа. И указание на нее в стихе «Я Всевышний Бог твой». Это у нас собственно первая фраза из Деколога, из Десяти заповедей. Мы видим, что Бога он описывает философски. То есть это Бог в формулировке причина самого себя. То есть все вещи имеют причину, и должна быть вещь, которая не имеет внешней причины для своего существования. И, собственно говоря, таким образом мы приходим к пониманию того, что такая вещь должна быть. Это философский способ рассуждения относительно того, что же это такое первопричина или самодостаточная в себе, то есть сущее, от которого зависит все остальное. С этим как бы более-менее все понятно. Он будет повторять это и в Мишну Тору относительно существования вот такого сущего. Вторая основа – это его единство. То есть он причиной всего один. Не один, как мы говорим об одном из своего рода, или одном из семейства, или одной из частей составного индивидуума. И не один, как простое единственное тело, допускающее бесконечное деление, драпление на части. Но он един. Один и един. Он един тем единством, которому невозможно уподобить ничего. То есть вот эта единственность, эхадовость, вы говорите, эхад. Потому что эхад может быть и один, и един. Рамбер подчеркивает, собственно говоря, именно то, что здесь есть некая уникальность. Уникальность того, что все, что мы называем, я остался один. Это не в этом смысле. Или, как он говорит, есть составное, нечто составное, и один из элементов, он тоже один. Но нет. Он говорит, что мы, собственно говоря, получается вот этот тип единственности и выделенности в каком смысле не можем даже себе толком представить. То есть это особая единственность. Это вторая основа. На нее указывает стих «Слушай, Израиль, Всевишний наш, Бог один». Из «Шма». Как раз «Шма», вы видите, превращается в догматическое утверждение. Хотя «Шма» таковым, может быть, и не является изначально. Потому что изначально «Шма» это что? Это вот и тренинг определенный. Я говорю, слушай, Израиль, я же говорю сам себе. Причем я не кричу это всем. Я сам себя это убеждаю. Послушай, к себе обращайся. Ну хорошо, это понятная вещь. Третья основа. Отрицание его материальности. Или телесности. То есть это единый, не телесен, не актуально, не потенциально. Ему не свойственно происходящее с телами. Например, движение, не покой, не сущность, не случайно. То есть опять же, люди, можно было бы сказать, не субстанциально, не акцидентально на философском языке. Но, собственно, Рамбан и употребляет эти термины, соответствующие арабски. Ну, Саша решил привести таким образом, тоже нормально. Поэтому мудрецы отрицали свойства сближения и разделения. И говорили, ни сидения, ни стояния, ни затылка, ни склонения. То есть ни разделения, ни сближения. Ведь затылок означает разделение. Значит, слова склонения мы знаем по стиху и набросятся на плечо лишь тим. То есть будут атаковать флант, сблизившись с ним. Не будем сейчас входить в детали, как бы, опять же, стихов, которые подтверждают это. Имеется в виду, понятно, что, собственно говоря, какой-либо вид отелесивания или материальности Богу приписывать невозможно. И третья основа, ну, опять он говорит в стихе, а четвертая основа, он предшествовал всему. Если первые три основы, они в каком-то смысле перекликаются с тем, что мы видели в Каламе, хотя у Калама единство немедленно дополняется справедливостью, а не даром их называют единство и справедливость. А вот Трамбом вводит еще один момент, момент предшествования всему. И это важно с точки зрения для любой монотеистической религии, это важно с точки зрения проблемы креационизма. То есть, Бог сотворил, мир сотворен или предвечен. Если мир предвечен, то, собственно говоря, нет чего-то, что предшествовало бы миру. А Рамбом здесь говорит о том, что он предшествовал всему. Значит, тогда получается, если мир предвечен, то он еще более предвечен, возможно быть, предвечным. Предвечному, да? То есть, здесь есть указание на момент креационизма. То есть, этот один, о котором мы говорили, абсолютно предвечен. И все, кроме него, не предвечны в сопоставлении с ним. Тоже отдельный вопрос, да? Вот это сопоставление предвечности мира, если предполагать, что он предвечен с предвечностью Творца, если он Творец, да? В общем, это отдельная проблема философская. Но Рамбом здесь формулирует, как мы видим, очень лаконично, поскольку это основа, да? То есть, человек должен сказать, что да, я верю, что Бог всему предшествовал. Знаешь же, что важнейшим основанием Тора в душе является, что мир сотворен. Видите, креационизм здесь немедленно появляется по необходимости. Всевышний создал и сотворил его из абсолютного небытия. Здесь еще одно дополнение, потому что можно было бы считать, да, есть такая точка зрения, что мир был сотворен, но был сотворен из материи, которая тоже существовала предвечно. А вот если он сотворил из ничто, ешмиаин, из абсолютного небытия, то это как бы подлинный креационизм. А то, что ты можешь видеть мои окольные рассуждения по поводу вопроса о вечности мира в согласии с мнением философов, так это для того, чтобы оставить абсолютным доказательство его бытия, как я объяснил и разобрал в Марынухе. Мы видим, да, что неожиданно этот текст оказывается здесь, по крайней мере, да, что у нас на самом деле комментарий, который написан за 20 лет до Марынухи, если не раньше. Как же он здесь пишет, что он разобрал в Марынухе. Отсюда вывод, что вот эта последняя часть была рандомно дописана. Возможно, именно про это пишет Саша в исследовательской литературе часто отличается утверждение или предположение, что Рамын допускал возможность вечности, то есть несотворенности мира, испочтения к Аристотелю, считавшему так. Поэтому мы приводим здесь и его дополнение к четвертому основанию и краткое содержание текста из путеводителей растерянных, которому автор следует. Но мы этот текст сейчас читать не будем, но само это замечание вскользь Саша упоминает, что это дополнение. Ну, как бы отдельно вопрос, когда было написано это дополнение и почему это про это он как раз сказал, потому что в принципе Рамбана обвиняли помимо воскрешения из мертвых, что он не совсем как бы принимает воскрешение из мертвых, то, что он считает мир предвечным в согласии с мнением Аристотеля. Ну, и получается, что он к своему предисловию здесь что-то добавил уже после написания Мармана Пятая основа он достоин служения и хвалы провозглашения его величия послушания ему и все это недопустимо по отношению к чему-либо иному, что ниже его в реальности, быть то ангелы, звезды, сферы небесные, первоэлементы и так далее, и так далее. Ведь всему этому определена та или иная функция и нет у них ни суждения ни выбора есть лишь воля Всевышнего и нельзя считать их посредниками на пути к нему это по поводу идолопоклонства но лишь к нему следует направить помыслы и бросить все остальное и это пятая основа действительно запрет идолослужения и большая часть Торы предостерегает от этого то есть предостерегает от какого бы то ни было представление о посредниках отдельный вопрос что это значит с точки зрения Рамбом что значит посредники и что означает вот это служение хвала и так далее что собственно опять же совпадает с одним из положений Калама где тоже говорится о послушании и служении после того как выяснилось что вот он один и он справедлив он наказывает и награждает у Рамба вы видите не совсем так он говорит про награду и наказание он говорит о том просто что сначала говорит о его онтологических свойствах как мы бы сказали вот это единственность бестелесность существование предвечность это все четыре этих качества они относятся к качествам которые мы могли бы назвать онтологическими с точки зрения онтологической сущностной это нечто не похоже ни на что так условно а пятая основа уже говорит об отношении об отношении человека к Богу и пятое это запрет на этого служения то есть на попытку сформулировать какую бы то ни было концепцию опосреданного взаимодействия да или служения Бога шестая основа пророчества снова это касается взаимоотношений между человеком и Богом следует знать что среди рода человечества есть люди обладающие особо высокой натурой помните вы говорите духовные люди мы могли бы сказать что особая высокая натура это духовные люди но здесь он говорит о естественном складе и великим совершенством то есть они сначала обладают неким некой натурой натуры это смесь вот этих самых четырех жидкостей которые определяют характер человека и он может быть более уравновешенным или менее уравновешенным высокая натура это оно и есть да то есть это не высокая духовность а вот это удачное сочетание этих самых жидкостей ну и великим совершенством то есть они уже продвинулись и они способны подготовить души своих принятия формы разума и затем этот человеческий разум связывается с активным интеллектом с активным разумом из которого проливается изобильный поток видите пророчество это связь с активным интеллектом и эти люди пророки такого пророчества и такого значения этого термина и совершенно объяснить эту основу требовало бы многословия то есть если мы хотели бы как следует это объяснить то пришлось бы потратить много чернил мы же не имеем намерения приводить доказательства каждой из основ а просто их формулируем есть множество стихов которые об этом свидетельствуют то есть пророк он говорит это тот кто соединен с этим самым активным интеллектом здесь нужно наверное заметить следующее что когда рамбон говорит вот об этих самых основах то вопрос который возникает это основы для кого то есть кто должен собственно говоря эти основы разделять и каким образом разделять видите он же говорит что у меня здесь многое что есть сказать я сейчас писать это не буду я просто формулирую дальше возникает следующая картина значит если эти основы являются неким базовым началом приняв которое человек дальше должен двигаться вот как он объяснил в этом предисловии куда двигаться у добродетели и к интеллектуальному совершенству то тогда получается что они в каком смысле предназначены для тех кто еще не продвинулся в этом самом интеллектуальном совершенстве поэтому собственно говоря объяснить им толком невозможно ничего то есть им нужно сказать что-то что было бы понятным и более-менее ясным объяснение они потом поймут они потом поймут что такое феномен пророчества они может быть потом поймут что такое активный интеллект и как здесь форма работает и как из активного интеллекта изливается поток и какой поток все эти вещи, они пока не ясны. И тогда, если это так, то тогда здесь в этих 13 основах должна быть и определенного рода погрешность, то есть скидка на тех, кто пока что никуда особо не продвинутся. И вот этим непродвинутым дается брошюрка, вот вам брошюрка с основами, дальше будете двигаться. То есть это как бы как поступление в кружок или школу и так далее. Вот тебе основы, дальше будем двигаться. Но эти основы могут уточняться, потому что эти основы, как вот он здесь говорит, это требовало бы многословия и так далее, потому что это как бы каждая из этих основ, она за собой тянет шлейф сложных вопросов, на которые в данном случае не приходится отвечать. И вот эта коррекция, что ли, или соотношение между тем, что можно сказать тому, кто уже продвинулся, достаточно продвинулся, и тем, кто вообще еще не начал особого продвижения, здесь зазор между вот этими двумя станциями, или двумя этапами, что ли, на которых человек находится, он может быть достаточно большим. То есть он может быть настолько большим, что основа, та или иная основа, она в итоге окажется, ну, едва ли не сомнительной под конец этого движения. Я почему про это говорю? Потому что не факт, что Рамбом полагал, что возможно соединение с активным интеллектом, не факт, что Рамбом говорил о воскрешении из мертвых, как базовом понятии. Он ввел это в базу, сейчас мы увидим. Но что это такое? Мы видели, что здесь он очень как-то смутно это объяснил. И те обвинения, которые ему будут предъявлять потом, что он не верит в воскрешение из мертвых, или он считал, что мир предвечен, а вот эти обвинения он уже сейчас снял дополнительным своим замечаниям и так далее, они возникают почему? Они возникают потому, что когда читают его другие произведения, ну, например, Мурейна Вухима, Мурейна Вухим предназначен для человека, который уже продвинулся. Он пишет в предисловии, я забегаю вперед, он эту книгу адресует тому, кто продвинулся достаточно далеко в изучении наук. И для него изложение всего того, что ему нужно для дальнейшего продвижения, оно иное. И это иное изложение, оно иногда оказывается таким, что противоречит тому, что он дает нам здесь в качестве вот этих самых основ. Когда его будут обвинять, он скажет, подожди, подожди, я же основу взял, как вы говорите, что я не принимаю подпорожение из мертвых, если я это ввел в основу. Как вы говорите, что я говорю о предвечности мира, если я в основу положил то, что Бог предвечен, и тогда получается, что мир не может быть предвечен. Это в его посланиях мы встретим такого рода аргументы. Но это не отменяет того, что возникает определенного рода противоречия между тем, что он говорит здесь, и тем, что он пишет в Мурейна Вухим. И это мы с вами увидим. Седьмая основа – это пророчество Моше. Пророчество Моше. То есть следует быть уверенным, что Моше – отец всех пророков. Тоже отдельный вопрос, зачем нужна еще одна основа. Есть идея пророчества. Но вроде бы и ладно. Но нет, ему нужно подчеркнуть, что Моисей – пророк пророка, что он идеальный пророк. Он – пророк, который представляет из себя своего рода высший уровень, который не будет превзойден. Он достиг ангельского уровня, утвердился на уровне ангельском, и не осталось ни одной завесы, которая была бы разорвана перед ним в клочья. Не было ему и телесного препятствия, то есть он в каком смысле оказался, как бы бестелесным. Не было у него недостатка, малого, большого, и оставили его воображение и эмоции в постижении. Вот это важный момент. Он говорит, что эмоциональная и способность воображения – это те силы, которые необходимы на самом деле пророку, как он будет говорить, когда будет излагать пророчество. Но высший тип пророчества – это исключительно интеллектуальное постижение, где нет примеси воображения и эмоций. Вот Маше как раз таким и является. Его оставили воображение и эмоции в постижении, и силы, поддерживавшие жизнь, замерли. То есть в каком смысле он превратился в ангела, в нетелесное существо. Остался один разум, он пишет. Именно поэтому сказано о нем, что он говорил со Всевышним без посредства ангелов. То есть не было ничего опосредованного. При этом мы выше видели, что это просто соединение с активным интеллектом. Это активный интеллект, там эманация какая-то идет, проливается какой-то поток. И поэтому, когда здесь он говорит о том, что он остался один со Всевышним, что имеется в виду? Имеется в виду с активным интеллектом. Он слился с активным интеллектом. Может, он сам является репрезентацией активного интеллекта. Это те вопросы, которые возникают. Сейчас не будем на них отвечать. Просто заметим, что здесь есть вот такой момент. Хотел бы я здесь объяснить эту удивительную тему и снять замки со стихов Торы. И мы видим, что он достаточно долго говорит об этой седьмой. Видите, есть отличия, да, отличия между Моисеем и Остальными пророками, то есть он уделяет вот этой седьмой основе достаточно много времени. А мы не успеваем все 13 прочитать все равно. Поэтому, наверное, мы сделаем так. Давайте мы, чтобы не пропускать это, потому что это, на самом деле, достаточно важный момент восприятия Моисея. Поэтому давайте мы здесь остановимся. В следующий раз дочитаем. Нам осталось совсем чуть-чуть. Да, мы на седьмой основе. Осталось еще шесть. Мы их дочитаем в следующий раз. Закончим и обсудим, если у вас будут вопросы, это самое предисловие к Пэрэхэлик, и перейдем к предисловию трактату Авод Шмоны Праким. В следующий раз будем уже читать и его тоже. Вопрос можно? Да, конечно. Вот я что-то не очень запутался. Собственно говоря, что мы познаем, как мы познаем? То есть сегодня мы познаем только через Тору. Как я понимаю? То есть через мир? Нет. Согласна, мы не можем его познавать. Конечно, через мир. Через мир. Да, через мир и через Тору. Тора помогает нам. Пока что то, что сказал Маймонит, оно звучит следующим образом. Тора нам помогает создать фон. Какой фон? Правильное поведение. Возможно, Тора включает в себя и какие-то сведения относительно мироустройства. Где? Ну, например, Маасе Берешит, Маасе Меркова. И тогда я могу через Тору с одной стороны обеспечить себе правильное поведение, а с другой стороны, возможно, в ней содержится, так сказать, описание мироустройства. Но, вообще-то говоря, что я познаю? Я познаю мир, естественно. То есть, поскольку это совершенствование разума, это что? Это познание мира. А что такое Бог? Мы же видели только что, он объяснил, что это такое. Бог – это первопричина. А как его можно познать? Непонятно. Никак нельзя познать. То есть, он в каком смысле не познаваем. То есть, мы увидим развитие вот этой темы негативной теологии, относительно того, что мы про Бога, вообще-то говоря, ничего сказать не можем. Но представление о том, что должна существовать, должна существовать такая сущность, это он ставит как первые четыре, собственно говоря, основы веры. Но это не познание в данном случае, это постулирование, изучая мир, я могу прийти к выводу, который зафиксирован вот в этих четырех положениях. Ну а, собственно, если говорить о единстве, то единство – это либо мир – часть Всевышнего, либо полностью. Пока этого нет. Пока нету ни пантеизма, пока у Рамбова нет ни панэнтеизма, когда мир является частью. В данном случае это первопричина всего сущего. Ну почему тогда он отвергает, допустим, искусство, поэзию, музыку, она ведь тоже часть мира, как бы, и часть познания? Нет, она не является, с его точки зрения, познанием. Это является развлечением. Здесь нет познания мира. Мы современные люди. Эмиль, если можно, в клиниках тоже. Если можно в клиниках. У греков, у греков как бы, ну и вообще, гармония, она есть часть мира. То есть познание гармонии. Гармония – это что такое гармония? Ну вот то, что у нас есть определенное восприятие, допустим, либо ладо тональное, либо пентатоника, либо что-то. Музыка. Но он же не говорит про музыку. Он говорит про поэзию. Ну и сферы и так далее. Нет, сфера – это другое. Сфера – это одно. Музыка – это тоже одно. А поэзия – это другое. Что такое музыка? Музыка – это часть подготовительных наук. И музыка – все нормально с музыкой. Но музыка – не как то, от чего я получаю удовольствие, а как изучение действительно ладов, то и все. Это часть математики в каком смысле. То есть часть тех предметов, которые называются подготовительными. Куда входит астрономия, музыка, архитект. Ну и есть отбросить эмоциональное познание. Ну хорошо, а поэзия… Он же про это как раз и говорит, что мы должны отбросить эмоциональное. Так, Эмиль, если можно вклиниться в серию вопросов. Я последнее. Хочу сказать, что поэзия – тоже есть определенное познание языка, сочетание возможностей языка. Рамбом так не считает, Эмиль. Просто дело в том, что у нас представление о поэзии не совпадает с представлением Рамбома. Для него история – это не познание. Это ерунда. Хроники – это ерунда. Поэзия – это ерунда. Литература – это ерунда. Это не познание мира, а развлечение. Ну хорошо. Я извиняюсь, что затянул. Хорошо. Это нормальный вопрос. Просто у Рамбома другой взгляд. Я бы хотел узнать. Спасибо. Значит, то, что передо мной небольшая статья, которая у меня есть только в напечатанном виде. Я просил Лену и Илюшу Шнейдера, Миши Шнейдера, в которой Миша как бы поставил огромную задачу. Статья называется «Философия и лоха в творчестве Маймонида». Какое соотношение? И внутри этой статьи он, в частности, анализирует, причем с нескольких разных сторон, и 13 принципов, которые ты сегодня излагаешь. И он обобщает следующим образом, что интересно говорит, что первые четыре принципа чисто теологические. Они описывают Бога и его атрибуты. Да, мы тоже сказали, да. Ну да. Дальше остальные описывают отношения Бога и человека, причем пятый особенный отличается от всех остальных, потому что пятый – это не теологическое утверждение, а императив. В нем говорится о должном, да, не о сущем, о бывшем или будущем. Ну, в общем, короче говоря, у Миши есть интересный, как я считаю, так сказать, попытка увидеть все вместе, как бы, так сказать, короткая статья, меньше тридцати страниц, где понять, как сочетается философия Аллаха, и как во все это входит история, что совершенно нетривиально. Ну да, хорошо. Я не знаю, не знаком с этой статьей. Мы проверим, если она уже напечатана. Я думаю, она для какой-то энциклопедии, статья по-русски, да, для какой-то энциклопедии, но явно, так сказать, она существенная с Мишиным хедушем. Ну, насчет истории тоже можно сказать, я не знаю, что написал Миша, можно сказать следующее, что история истории рознь, как бы, да, когда Рамбом здесь говорит про историю, он говорит о хронике. То есть хроника и, ну, можно было бы так сказать, да, что есть история, есть историософия. Рамбом не мог, да, и, естественно, ну, ни один мыслитель средневековый не мог отрицать то, что мы бы назвали сакральной историей, да, и важность сакральной истории, то есть важность того описания божественного пути, которое должно пройти человечество. В том числе, ну, вот, например, он говорит о будущем. Вот дни Мессии должны быть такими и так далее. Это историософия. Если говорить о хрониках, то есть просто перечисление событий, да, или там войны, вот этот воевал с этим, этот воевал с тем, а этот так, а этот всяк и так далее, то про это Рамбом скажет, что это ерунда полна. Мы, конечно, можем тогда спросить, подожди, подожди, а разве в Танахе нет войн? Там же тоже есть описание, да, у нас книги царей, книги судей, вот есть войны и так далее. И на это, как я это понимаю, Рамбом сказал бы, что одно другому рознь. То есть есть войны, которые превращаются в некие символы, и тогда они оказываются историософски значимыми. Они описывают этапы сакральной истории. А есть события, которые не имеют к этому никакого отношения. Поэтому он упоминает, да, то есть, например, там семей, перечисления, там еще что-то такое. И вот такого рода хроники и увлечения, там, не знаю, генеалогии, предположим, он считает ерундой. Не отрицая при этом, естественно, да, то, что необходимо каким-то образом сформулировать путь сакральной истории, каким-то образом ее описать. Вот этот момент можно как бы иметь в виду при уточнении отношения Рамбома к истории. С поэзией, хотя действительно то, как я Эмилю ответил, это все верно. Рамбом поэзию как бы во многих местах критикует. Почему, опять же? Потому что есть определенный жанр, как я уже сказал, да, в арабской поэзии того времени, где пиры, вино, женщины и так далее. То есть это поэзия, которая не является несущей в себе что-то значимое, да, что-то, что описывает с той или иной точки зрения мироздание. Опять же мы могли бы спросить, подожди, подожди, Рамб, а у нас же тоже есть поэзия? А что псалмы – это не поэзия? А песня, песня – это не поэзия? Само слово «песень» – «шир», да, то есть поэзия – это «шир» в каком смысле? А Моисей, когда он говорит «ширатаям», это не поэзия? Но это отдельный вопрос, да, это отдельный вопрос, который для именно еврейских аристотеликов, он оказался более сложным, чем для арабских аристотеликов. У арабских аристотеликов поэзия, она находится, я уже, по-моему, говорил про это, да, то есть они вносят поэзию вместе с риторикой в органон аристотелевской логики. Логика, собственно говоря, что такое логика? Логика – это учение о том, как правильно говорить. И вот эти есть разные способы говорения для разных целей и так далее. И в том числе есть там софистика, предположим, да, как строить софистический силогизм. Поэтический силогизм с точки зрения арабских аристотеликов, опять же, сам Аристотель не говорил про силогизм поэтический, а они говорили, внеся поэзию вот в этот самый органон, что поэтический силогизм – это силогизм, который построен на ложных посылках и ложных правилах вывода. Ападектически на истинных посылках и истинные правила вывода все промежуточные там есть, да, софистика, риторика, диалектика и так далее. А поэзия, она как бы находится на противоположном конце. То есть это ложь, да, и поэтому поэзия ассоциируется с ложью, которая иногда нужна. Для чего нужна? Для развлечения. Это у арабов. А у еврейских аристотеликов есть сложности с этим. Почему? Потому что есть песни-песни, да, есть поэтические элементы в самом писании. Но это у меня есть ответ. Сейчас не буду его глушать. Напомните мне про него, как решали вот этот сложный вопрос еврейские аристотелики, в отличие от арабских, которые просто поэзию как бы как самый низкий жанр построения речи. Еще есть какие-то вопросы по Эрик Хелик? Потому что мы прочитали. Получается, что фантазия, воображение, оно только в сакранном смысле поддерживается. А то, что оно как бы может и другие... Оно очень опасно. Воображение, фантазия и так далее для аристотеликов, не только для рамбома. Это очень опасный момент. Но при этом нужно. То есть это сложная вещь, мы про это будем говорить, как они относились к этому. Воображение, оно уводит куда-то человека, но иногда оно необходимо. Оно должно подчиняться разуму. То есть вот это соотношение между воображаемым и интеллектуально постигаемым, умопостигаемым, оно представляет отдельную как бы судьею, отдельную тему для всех арабско-еврейских аристотелек. И это скользкая вещь, воображение. Вроде бы и нужно, а с другой стороны, оно может поставить подножку и увести человека в дебри и фантазии тоже. Ну, хорошо. Это мы остановимся. Ну, хорошо, да. Спасибо. Счастливо. До следующего четверга. Спасибо. Шаббат шалам. Спасибо большое. Шалам. Пока. Всем счастливо. До свидания. Спасибо. Спасибо.